Здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствую я, Виталий Жердев, и онлайн-школа Академика. Сегодня с вами мы разберем рисунок портрета, краткосрочный рисунок портрета. Потом хочу заметить, не рисунок головы, а рисунок портрета. То есть портрет становится портретом при психологической составляющей. Это уже не просто сходство, но прежде всего нечто большее. И даже в краткосрочной вещи это можно найти. В данном случае я предпочитаю использовать визуальный контакт модели и зрителя. То есть это фиксированный взгляд модели на своего зрителя, когда идет тот самый внутренний диалог. Нужно искать необходимый ракурс, который наиболее интересно раскрывает данного человека, в котором прекрасно читается, который наиболее интересно раскрывает и характеристику образа, и, естественно, вот ту самую психологическую составляющую. У каждого она есть. У самой даже невыразительной модели. Сегодня же мы с вами поговорим о рисунке молодого человека, портрете молодого человека. В данном случае наиболее интересным ракурсом был прямой взгляд, прямое фасовое положение, но которое наиболее интересно раскрывало данную модель. Дополнительный источник освещения, боковой источник освещения, очень хорошо лепит форму, выявляя освещенную теневую часть, и тем самым задавая еще дополнительный, может быть, драматизм образу и дополнительное формообразование, то есть раскрывая это формообразование. Для этого нам понадобится, для рисунка нам понадобится тонированная бумага. Я предпочитаю использовать любую тонированную бумагу, желательно ахристового оттенка, если мы, к примеру, используем с вами сепийные карандаши. То есть сепия сама по себе теплая, и, конечно же, она очень хорошо смотрится на легкой ахристой поверхности. Я использую бумагу совершенно простую, это оборотная сторона цветной бумаги, поэтому пусть вас не смущает вот этот голубой кант, он так или иначе уходит под паспарту. Но фактура бархатная, естественная, то есть не кричащая, которая не берет на себя очень много внимания, на ней очень хорошо смотрится мягкий материал. Прошу заметить, мы подбираем индивидуально, то есть каждый из вас ищет свою поверхность, то есть сочетание основы и сочетание графического материала, который наиболее для вас комфортный. Это метод проб и отбора. Нам понадобится для данного рисунка, кроме сепии, угольные карандаши, рисовальный и прессованный уголь для моделировки волос. Итак, приступим. Начало работы всегда у нас будет с композиционного размещения в формате листа, наносим крестовину и постепенно начинаем уточнять наш рисунок, постепенно зонируя тени, зонируя цвета и ведем работу от переднего плана. Как вы обратили внимание, это у нас как раз глазницы нос, мы держим постоянно это акцентом, работаем по всей поверхности портрета. Ни в коем случае я не рекомендую цепляться за какой-то кусок и работать только над куском, а потом к нему лепить все остальное. Вот тронули в одном месте, тронули в другом, тронули одну глазницу, тут же коснулись другую глазницу, то есть работаем парными формами. В результате работы мы уточняем зону света и зону тени, при этом все равно мы держим передний план, это глазницы и нос, при этом левая сторона нашего рисунка, которая отделяет зону света и зону тени, остается в подчиненном положении относительно носа, постепенно вводим тон в глаза, тронули зрачки, по мере уточнения уплотнения зрачков, касаемся линии бровей, касаемся линии губ, уточняем, графические моменты, которые наиболее четко характеризуют портретируемого, усиливаем тон зрачков, радужной оболочки, и теперь от переднего плана мы переходим к периферии, то есть касаемся линии волос, постепенно насыщаем мягким материалом, то есть работаем плашмя прессованным углем, касаемся более плотным тоном на локонах переднего плана, видя, что у нас уже вполне насыщена шапка волос, естественно начинаем уточнять и уплотнять линии бровей, глазницы, уточняем форму с освещенной части лица, с теневой части лица, насыщаем шапку волос, уплотнили освещенную часть, тем самым выявив линию скулы с выходом на подбородочную часть, уплотняем глазнички, можно ввести легкий тон в радужную оболочку, вот у нас практически готов, на фазе наш портрет, то есть мы ухватили остроту нашей модели, касаемся деталей, при необходимости выявления объема, мы трогаем и шапку волос, то есть мы сейчас пройдемся, работая над бровями, работая над теневой частью, вот постепенно насыщаем тоном лицо, на шее, как вы обратили внимание, мы выявили гортанную часть, коснулись с правой стороны объема шеи, вот опять вернулись к волосам, делаем их более плотными, более насыщенными, сейчас мы проявим объем и дадим свет на локонах на переднем плане, сформировали линию воротника, опять возвращаемся к глазничкам, то есть опять-таки держим в напряжении главное, треугольник глазницы нос, то есть ничто на периферии не должно вступать в конфликт и спорить с этим треугольником глазницы нос, помним, это главное, это то, что держит внимание зрителя, уплотняем тени, также, если мы уплотняем тени, мы должны сделать несколько плотнее и освещенную часть, и финализируя работу, мы добавляем такие лихие штрихи, которые еще ярче-четче выявляют характер нашего персонажа, итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами разобрали рисунок портрета, краткосрочного портрета, поговорили о подборе основы и материала, который вы будете использовать на этой основе, поэтому не бойтесь экспериментировать, только методом проб и отбора вы найдете необходимую, комфортную для вас поверхность и комфортный материал, и главное, что нам нужно учесть, постоянно работайте над наброском, ибо только в наброске рождается чувство пропорций и легкость первоначального рисунка, итак, пусть вам запустует удача, сегодня с вами был я, Виталий Жердев и онлайн-школа Академика, до новых встреч!